Теперь про Макея. Если коротко, три версии я могу рассматривать. Я знал этого человека лично достаточно хорошо с 2000 года и работали вместе в правительстве. И когда-то он даже предлагал мне стать заместителем в администрации Лукашенко. Я дважды отказался от его предложения, за что попал в немилости, полгода был безработным. Но это о другом. Оценивая сценарий, я считаю, что первый вариант – это естественная смерть. Но спровоцированная очень серьезными психологическими потрясениями, давлением, которое оказывала на него вся эта ситуация, связанная с тем, что внешней политики Беларуси нет, Министерство иностранных дел потеряло свою эффективность, оно практически разрушено, и его влияние в системе органов власти очень значительно упало. Лукашенко отстранил его от коммуникации непосредственно. Я этому имею огромное количество подтверждений, готов поделиться. Второй фактор – это возможное самоубийство. Из-за этого потрясения он замкнутый человек, он не открытый человек. Когда вчера по госканалам говорят, какой он добрый, позитивный, улыбающийся, это все ложь и неправда. Я общался с ним и в неформальной, и в формальной обстановке. Это очень замкнутый, строгий человек, как человек в мундире или в галстуке. Я рассказывал эту историю, когда ему звонил Лукашенко в кабинет. Я присутствовал дважды при этом. Он вставал из-за стола, брал трубку звонка, исходящего напрямую от Лукашенко, и говорил следующую фразу. «Слушаю вас, товарищ главнокомандующий». Но из уст министра иностранных дел звучит это, согласитесь, странно, очень даже странно. Ну и третья фаза, это третий сценарий, возможный вариант, это российский след. Да, это может быть определенный сигнал Лукашенко, но на это я отдаю все-таки меньшую вероятность. Я не могу себе представить, чтобы сегодня Лукашенко осмелился бы сыграть через Макея с европейцами в какую-то особную сверхигру. То бишь дать сигнал, что, например, мы готовы нормализовать отношения с Западом и отказаться поддерживать Россию. Я не думаю, что такой сценарий был реален, но исключать этого нельзя. Редактор субтитров А.Семкин